Доброго времени суток! Вас приветствует интернет-магазин продукции GoPro в Беларуси GoProShop.buy и сегодня мы с вами проведем обзор монопода для GoPro. На обзоре у нас сегодня монопод Фото ПРО. В сложенном состоянии он имеет длину 22 см, в разложенном он имеет длину 90 см. Является в меру легким, очень прочным, имеет удобную ручку, снурок, резьбу. Резьба эта нужна для того, чтобы подсоединять к нему второй монопод. То есть, если вам мало длины в 90 см, вы берете второй такой же монопод, благодаря вот этой вот резьбе на кончике, подсоединяете второй монопод к первому и получаете конструкцию общей длиной около двух метров. Я думаю, этого будет достаточно даже для самых искушенных пользователей GoPro. Что стоит отметить еще по конструкции этого монопода? Каждое колено может фиксироваться на своем расстоянии. То есть, вы можете выдвигать не на полную длину и фиксировать, а на ту длину, которая вам необходима. Это достаточно удобно в толпе, в каких-то других местах, где не совсем удобно пользоваться моноподом, который выдвинут на все 90 см. Вот так мы фиксируем простым сворачиванием в левую сторону. А если мы хотим монопод разблокировать и вернуть его в первоначальное состояние, просто сворачиваем его направо и сворачиваем его обратно. Мы можем получить вот такую длину, просто повернув его влево. Все, монопод зафиксирован, никуда не уходит, вибраций здесь также нет. Так он просто раскладывается на полную длину. Вот такая вот конструкция получается. Он имеет удобные пластиковые вставки для того, чтобы разблокировать его с не меньшими усилиями и здесь не появлялась какая-то коррозия, не попадал сюда песок, какая-то грязь, пыль. Все эти вещи продуманы. Покрашен очень аккуратно, краска не слезает, не царапается. Все довольно-таки качественно. Давайте обратим внимание на головку, куда будет прикрепляться ваша камера GoPro. Она максимально простая, из-за удара прочного БС-пластика. Шарнир сделан жестким, то есть он двигается пальцем, но когда на нем закреплена камера GoPro, он в принципе не стыдает, выдерживает в принципе все нагрузки и усилия. Давайте попробуем прикрепить сюда камеру GoPro. Наверное, заметили, что просто так сюда GoPro не прикрепишь, потому что вот у нас защитный бокс с креплением по умолчанию, вот сама площадка. И GoPro сюда прикрепить невозможно. Для этого существует вот такой вот фотоадаптер. Он продается также в нашем магазине и в описании к любому аксессуару или креплению всегда есть на него ссылка. Можете посмотреть, стоит он 10 долларов. Вот, в принципе, такая удобная мелочь для того, чтобы цеплять вашу камеру GoPro к любым фотоаксессуарам. Этот вот стандарт, резьба, это стандарт в любых фотокамерах, видеокамерах. Соответственно, имея такой переходничок маленький, вы можете цеплять свою камеру GoPro к любым штативам, стойкам, то есть куда цепляется любой фотоаппарат, либо видеокамера, вы можете прикрепить и GoPro. Цепляется все это очень быстро, просто вставляете в паз, как в креплениях на голову. Берете штифтик, и прикручиваете все это дело. Камера зафиксирована, можно выставить угол, как нам удобно. Фиксируем. И теперь по этой конструкции опускаем вниз вот эту вот шайбочку, и накручиваем сюда GoPro. Делать это лучше двумя руками. А вот этим вот, вот этой вот шайбочкой мы можем всегда подфиксировать нашу конструкцию. Все, камера закреплена. Как мы видим, она не болтается, не спадает. Ничего из нее такого не происходит. Выдвигаем и пользуемся, начинаем съемку. Стоит отметить, что вибрации здесь практически нету, и конструкция совершенно нормальная и надежно работает. То есть никаких каких-то вибраций неприятных, чего-то подобного нету. Вот. В принципе, легко можно профиксировать камеру на бок, если вам нужно. В 20-60 градусов она тут спокойно вручается, и все это дело прекрасно держится. Вот так. Как мы видим, никаких проблем нету. Снимается также очень легко. Просто, опять-таки, двумя руками против часовой тарелки снимаем. Можно снимать и этой шайбочкой. Мы можем просто регулировать. Вот мы вставили, немножко подзакрутили, увидели, как нам нужно вот так хотим загребить. Просто шайбочкой держали снизу. Все, конструкция она держится. Вот такой вот замечательный монопод. В принципе, очень хорошая покупка за свои деньги. Ну и, как показывает практика, монопод является одним из самых популярных офисуаров для GoPro. И он всегда пригодится вам в путешествии. По личному опыту можно сказать, что без монопода путешествие с GoPro теряет, наверное, очень-очень много хороших, приятных кадров. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин продукции GoPro, GoProShop.buy. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Заходите в наш интернет-магазин, делайте покупки. Всегда рады помочь. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»